Ну а здравствуйте, дорогие зрители! Мы продолжаем играть в эту самую игру. Ну, вы поняли, в какую игру, я надеюсь. Так, и тут я, пожалуй, рискну, потому что тут кристалл. Плюс к атаке это ценно. Они довольно-таки редкие. И вообще. Чего я должен перед вами оправдываться? Нужно, значит нужно. Родина, как говорится, зовёт. Так, дальше. Скиллы у нас ноль же ж. Да, мы всё вкачали. Ну, значит скоро пойдём на девятый уровень. Вниз. Так. Блин. Сюда не пройдёшь, ясно. Ну, значит вниз. Не будем искать приключения на наши жопы. Ну, в основном на мою жопу, потому что вы свою не подставляете. Однако, тем не менее. Вот, новый монстр появился саламандра. Она сильнее даже этих орков. И, в общем-то, лучше с ней не связываться, я бы сказал. Но нам придётся с ней связаться. Поэтому лучше сначала похилиться, перед тем, как к ней связываться. И не знаю, это уже девятый уровень. Блин. Хотелось бы до десятого дожить, тогда будет у нас всё хорошо. Два, три, четыре, пять, шесть. Ну что, рискнём? Или просрём всё? Всё или ничего? Хотя там... Ну нет, там я, возможно, смогу пройти уже. Вот. Дальше. Нет, не смогу я пройти. Здесь я умру. Так что первый раз мы перенесёмся назад отсюда. Вот так вот. Видите? Не стоило, наверное, так много воевать. Я знаю, что от саламандры я умру. Лучше не рисковать. А так мы получили вот что. Вот именно самое сложное в этой игре, это как раз вот удержаться от того, чтобы, собственно, применить какую-либо способность. Когда она, в общем-то... Нет, не удержаться, чтобы применить какую-то способность. Удержаться от того, чтобы... Это... Не... В общем-то, риск умереть. То есть, если есть риск умереть при сражении, нужно не рисковать. Иначе рискнёшь и всё потеряешь. То есть, потеряли бы мы все статы, весь опыт и всё остальное. Также у нас остались, как вы видите, кольца. Остались ботинки с вделанными в них, собственно, статами. И нам придётся сначала опять проходить. Давайте это начнём. Не знаю, стоит ли мне чё-то покупать. Не особо-то стоит, на самом-то деле. Нож разве что. Чтобы атака больше была. Ну вот, ингредиенты точно не стоит покупать, потому что они обычно, наоборот, лишние остаются. Тут также есть кирка, ею можно, типа, что-то разрушать и так далее. Но я, пожалуй, куплю Кнайф и Планк Шилд. Традиционно. Это оптимальный набор для начала. И так как я уверен, что я дойду в этот раз до десятого уровня, то я даже не буду продавать предыдущий нож. Потому что у нас и здоровья больше, и хиляться мы изначально можем. И теперь, собственно, у нас есть возможность также вот получить новые левелы и многие другие вещи сделать. Так, и теперь качаемся вот сюда. И три атаки сразу повышаем. Видите, всего лишь три атаки. Хотя, блин, это как раз баланс. То есть, во флеш-версии там плюс пять атаки давалось. И это, на самом-то деле, гораздо лучше, чем три. А дефенса сколько дается? Тоже плюс три. Ну, в общем, это очень важные характеристики, параметры. Это атака, дефенс и так далее. И здесь прокачаем еще силу магии, чтобы больше хиляться. Теперь, как вы видите, мы хиляемся по 81 хп. То есть, больше, чем даже хилка. Обычная. Ну, и на первых уровнях лучше нам, видите, мы с одного удара всех уничтожаем. Блин, мы Kitchen Knife прямо здесь получили. Летучих мышей тоже лучше уничтожать. Да, они, кстати, тоже с одного удара фигачатся. Это замечательно просто. Вот кольцо, которое, в общем-то, не легендарное. И оно слабенькое такое. Spark Ring. Блин, сколько колец мне падает. Это круто. Давайте Spark Ring плюс два дает к огненной атаке. Это что же такое же? Так. Да, это тоже такое же. То есть, у нас четыре огненной атаки. Но напомню, что, в общем-то, саламандры, у них не огнен... У них защита от огня мощная. Давайте убивать этих чуваков. Теперь мы их можем убивать с одного удара. Именно поэтому стоит, типа, стараться. Ну, то есть, мы все равно будем перепроходить эти уровни. Поэтому ничего плохого в этом нет. Они все равно по-разному генерируются. Гриндим, гриндим, как говорится. Первые уровни просто кладезь опыта. По четыре там и так далее. Кстати, а к чему они там уязвимы или неуязвимы? Вот эти к каменному урону, то есть к земляному урону, уязвимы сильно. Но, впрочем, я не вижу смысла в их уязвимости, потому что они очень слабые. И на момент, когда мы с ними встречаемся, то есть, ну, зачем им сделали уязвимости, не понимаю. Вот эти вот уязвимы к огню, так что. Так что огненный урон как раз против крыс, которых мы и так можем запросто убить. И этого чувака тоже, видите, могу теперь с одного удара убивать. Именно поэтому стоит качать атаку, прикиньте. Была бы у нас большая защита, допустим. И что это нам дает? Да ничего оно нам не дает, потому что защита, она не убивает противника сама по себе. Убивает противника атака. И поэтому нужно искать именно на атаку все бонусы. Так. Так. Вот тут поушин. Два поушина сразу. Вот видите, имеет смысл, надо почистить подземелье от всех. Так, сюда. Да. И вот мышку еще убьем. Золото нам пригодится. Всего лишь 200 золота. Напоминаю, что хилка в магазине стоит 200 золота. Но в будущем, конечно, это будет просто мизер. Так, дальше этого убиваем. Тут я смотрю, игра все-таки доработанная по сравнению с флешкой. Тут, говорят, 20 новых уровней есть. Ну, тут вообще дофига уровней. Я даже не помню сколько. Ну, в общем, не буду говорить свои предположения, потому что, ну, мало ли. Ошибусь еще. Сколько здесь уровней. Так. О, крылья. На третьем уровне, традиционно. Опять сможем, типа, сохранить прогресс. Но без того, чтобы мы дошли до следующего магазина, то есть, если мы не дойдем до него, то прогресс сохранится не полностью. Потому что в магазине там можно на десятом уровне продать все эти вещи, на самом-то деле, которые мы пособирали. И, соответственно, сохранить те предметы, которые не артефакты, в виде денег. А деньги, как вы понимаете, в игре не помешают. Можно, опять же, в начале в магазине что-то за них купить и так далее, и тому подобное. Так. И да. Тут я все исследовал. Значит, просто щелкаем на эту иконку и идем назад. То есть, вперед. Назад же ж нельзя пойти. И можно только с помощью крыльев выхода. Так. Что-то они тут сильнее все стали. Что это за издевательство такое? Хотя нет, это просто мне, типа, не везет так. А, это эти пауканы. Короче, я их не могу с одного выстрела убивать. Это плохо, наверное. Не будем, значит, их убивать по возможности. Ибо нефиг мне мешать. Так. Дальше идем сюда. Тут, значит, страв хат. Ну, хоть какой-то хат. Ой, у меня их уже два. Вот это я, конечно, даю. Вот это я красавчик. У меня были уже они, а я... Тут фигней страдаю. Так, kitchen knife. Ну, поздновато для кухонного ножа. Кстати, там, типа, нож для масла. Предыдущий был нож. Так. Этих чуваков. О, вот здесь вот секретка. Секретка это очень важно. Тем более, мы не были в секретке на пятом уровне. По-моему. Фармер. В общем, трусы фермера. Как-то так. Кстати, у меня тоже они были в двух экземплярах. Вот. Можете почитать, кто знает английский. Типа, он исследовал эту пещеру. И типа, там что-то нашел, наверное. Наверное. Опять же, наверное. Не знаю. Давайте, наверное, оденем spark ring вместо вот этого ринга. Пока что. Пока нам хиляться не надо. Потому что тот ринг, он дает... Вот этот spark ring, он дает атаку. А тот ринг, он дает, короче, защиту. И магию. Но магия, сила магии нам нужна для единственного нашего заклинания. То есть, для хила. Видите, сейчас мы можем похилиться на 78. А если оденем его, то на 80 сможем похилиться. Поэтому вот какая функция, собственно. Но атака, она же нам позволит, небось, вот этих чуваков с одного удара убивать. Нет, не позволит. Значит, на самом-то деле сомнительно все это. Так, раз убиваем, два убиваем. Ну, хоть что-то бы нормально. Ну и давайте крафтить. На крафт, кстати, как вы заметили, наверное, тратится мана. Где тут, в общем-то, маленький зуб. Как-то так. И вот есть тут еще на дефенс можно зачаровать что-нибудь. Но у меня колечек много. Давайте вот эти вот зачаровывать. Допустим. Нет, ну на этом мы уже зачаровывали. Хотя это и неплохой вариант. Вот. Есть возможность 4 сразу же. Типа защиты добавить. Ну, то есть в 2 слота. А есть возможность вот так вот добавить. 2 защиты и еще одну атаку. Энчан, дзем. Стоп. Поушин. Поушин, мать вашу. Я поушин скрафтил. Ну, ладно. Или нет. А, нет. Все нормально. Видите, 2 и 1. Но, в общем-то, нам нужно больше атаки. Прежде всего, нам нужно больше атаки. Защита это, конечно, хорошо. Но атака важнее. Поэтому мы 1 и 2. И все. Больше мы не можем ничего зачаровать. Потому что у нас не хватает маны. Но у нас есть бутыльки маны. Поэтому мы еще зачаруем. Но лучше получить тогда за эту ману 2 защиты, чем 1 атаку. Поэтому давайте вот так вот сделаем. Все, в общем-то, зачаровались. Замечательно. Теперь можно опять попробовать кого-нибудь убиться на удара. Видите? Капец просто. Смотрите, какой урон. А нет, с двух ударов нет. Это плохо. Это очень-очень плохо, что с двух ударов. Кстати, вот сюда я все-таки зайду. И сюда зайду. Но если я критую, то, естественно, их с одного удара убиваю. Поэтому теперь нужно где-то критинам доставать. Ну, фиг с ним. Не буду с этой уже штукой сражаться. Лучше обойду. Шестой уровень. Шестой этаж. Тут офигенные. Халявные монстры. Халявный опыт. Халявный лут. Щит очередной. Так. Хард Гоуфс. И щит новый. Это нам пригодится. Так. И Хард Гоуфс. Вот. Дают иммунитет к огню. Это опять же против Саламандр неплохо. Потому что у нас Саламандры имеют урон огнем. Так. Фармер трусы. Отлично. Здесь я вынужден. Потому что Дефенс нам нужен. Я вынужден их атаковать все-таки. Ну. На этих уже не буду, наверное, нападать. Давайте попробуем. Да. Видите. Не везет мне. Хотя. Вот эти вот. White Morals. Их можно использовать для крафта поушенов. Но. Мы-то уже прошли тот уровень, на котором можно было крафтить поушены. Я, кстати, забыл. У меня там, по-моему, был один White Morals. Можно было его использовать для этого. Ну. И здесь. То есть. Ради сундука. Пожалуй, мы это сделаем. Видите. И не зря. Потому что две защиты дополнительные получили. А это очень-очень полезно. Так. А эти чуваки у нас к чему? А. Слабые к этому. К ветру. К воздушному урону. Так. Наконец-то. Новый. Новый кто-то. Расти Айронщип. Блэйд. Айрон Блэйджиш этот. Давайте попробуем его теперь. Нет. Все равно с одного удара не убивается. Так что. Спускаемся дальше. Как есть. Сюда теперь. Попробуем. Чем больше предметов, все-таки тем лучше. Поэтому давайте пособираем. Любые. Откроем. Эти. Но вот этих чуваков пока не буду атаковать. Как вы понимаете. Это мне абсолютно. Ай. Зачем я его атаковал? Я дебил. Все время путаю. Кого я уже могу с одного удара убивать, а кого не могу. Плюс один атаки. И давайте качать что-то дальше. Куда нам стоит дальше качаться. С одной стороны сюда. Имеет смысл пока мы молодые качаться. С другой стороны в магию тоже имеет смысл наверное. Один дефенс и то есть наша задача вот сюда докачаться, то есть чтобы побольше атаки собрать. Это вариант. Но с другой стороны здесь у нас есть уже типа больше маны. А у нас 6 поинтов, слушайте. Так я могу и то и другое заниматься этим и другим. Ну или давайте лучше вот так вот сделаем. Чтоб уж наверняка дойти. Еще пару уровней и после того как я это вкачаю, я уже в этой ветке скорее всего ничего не буду больше качать. Уже пойду по магической ветке. Ну и теперь я надеюсь ты с одного удара их убиваешь. Да, с одного удара замечательно. Видите, замечательно как. Как вы видите, эта игра не такая уж и казуальная. То есть ее не зря даже на комп сделали из флешки. Потому что она довольно таки популярная и довольно таки качественная. Качественно сделана. Так, что-то я двоих убил случайно. О, лагонит. Эмперестор. Нет, эмперестор это то есть можно из него скрафтить типа... Стоп. Да, это короче можно скрафтить зелья маны из него. Из лагонита этого. Блин, с одного удара не убил. Как так? Ну хотя бы этого могу убить с одного удара. Чет совсем они какие-то зверские эти чуваки все. Если бы гарантированно убивал с одного удара, то было бы гораздо лучше. Так, что здесь я все исследовал? Все вроде бы. Значит еще ниже. А то если мы здесь будем долго быть... Будем долго быть как-то так. То в общем-то будет не очень хорошо. Ну, то есть нам нужно уже до 10-го его пройти. Это просто мастхэв. О, магическая кирка. Полезная штука довольно. Скраб растет стил. И нам придется теперь вот видите сражаться с этим супостатом. Но мы два раза по нему кританули и все произошло нормально. Может и по тебе кританем? Почему вот иногда я их не убиваю? Вроде же должен всегда бы убивать их. Видите, вот здесь везде получается их убивать первого раза. С первого удара. Так. А вот этого с двух ударов. Плохо. Но есть тут разброс урона. То есть рандом здесь все равно играет роль. Однако вот сюда я не пойду. Потому что слишком много уж. Вот девятый уровень. По возможности мы весь зачистим, наверное. Вуден кварц ринг. Хотя может и не зачистим. Очередной артефакт. Вуден кварц ринг. Неплохо. О, смотрите. Саламандра-то защищает сундук не только с одной стороны. И вот тут у нас появился еще один артефакт. Первый артефакт это штаны мага. Штаны мага это крутой артефакт. Потому что, как вы видите, они защищают от... У них защита больше, чем у наших предыдущих штанов. У них защита от камня. То есть от земляного урона. И у них четыре увеличения, собственно, мощности магии. Так что теперь наш хил хилит 82. 82 единицы здоровья. Но, к сожалению, у нас нет маны на наш хил. Мы, короче, зачарование получили. Но это было правильным решением. Потому что зачарования с нами останутся надолго. Надольше, чем хил какой-то. Тем более, вот видите, мы теперь поушины получаем здесь. Так, раз. Айрон хелмет. Айрон хелмет. Замечательно. Так. И мы, значит... Может убить Саламандру. Девятый уровень. Так что мы убиваем Саламандру. Саламандер. Хотя, да. Айрон бутс. Бутс, бутс, бутс. Ну, у них защита не намного больше. А при этом они, в общем-то, довольно противные. Уйди, противный. Сюда не могу пройти. Плохо. А, я могу спуститься прямо отсюда. Ну, давайте спустимся тогда. Там дальше просто, во-первых, магазин. Уже. New shop. You can start future runs at any previously visited shop. Sometimes, типа иногда, it's still best to start from the earlier. То есть, иногда выгоднее стартовать с предыдущих, в общем-то, каких-то уровней. Ну, если ты там много потерял чего-либо. И теперь мы, собственно, продаем. Побольше всего и побольше, в общем-то, продаем. Вот это продаем. Вот это продаем. Вот это продаем. Вот это продаем. Я же говорил, что я в этот раз, короче, дойду до второго магазина. Если бы я поспорил, я бы у вас выиграл очень много денег. Так, и теперь, конечно же, тут еще есть крафтинг. Это тоже круто. И давайте что-нибудь... Во-первых, XP бонус, Fire Defense. Не знаю. Лаганит. Атак и Эмпере Стор. Лаганит, может быть, нам пригодится. Ну, допустим, Айтем. А, у меня ж нет маны. Отстой. Ну, давайте, короче, пойдем дальше. Потратим все зельки и так далее. Но ингредиенты я продаю сразу же. Хотя, может быть, ингредиенты тоже нам скрафтить из них что-нибудь. Давайте скрафтим. Так, White Morals и... Эмпере Стор, например. Почему бы и нет? А, Эмпере Стор. Это... Стоп, 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 стоп. А, у меня ж нет зелия маны. Допустим, если я попытаюсь этот Эмпере Стор в этот Magic Skirt засунуть. Эмпере Стор. Эмпере Стор. For Potions Only. А, точно. Это типа... Все ясно. Все ясно, все понятно. То есть, это для Potion. Все значит правильно. причем для крафта по уши нам нам маны не требуется вот мы можем короче получить дополнительные вещи и тут значит дефенс вот 4 дефенса можем на один бой получить и 40 здоровья восстановить раз два три четыре вот в чем крутость по уши на остальное мы собственно продаем сел сел и вот это вот кирку тоже пожалуй продаем потому что она довольно таки дорогая так теперь что я еще здесь хочу купить я здесь хочу купить вот этот вот просворд до бродс вот которого 17 атаки 17 атаки это как вы знаете довольно таки много ну а старый продадим чтобы хоть как-то компенсировать деньги так так это уже вроде бы есть так что и давайте сразу же выбьем по уши четыре монопоинта но это маловато конечно четыре монопоинта и все и пойдем дальше теперь у нас дофигище атаки теперь мы можем этих точно с одного удара убивать как вы видите а следовательно получать больше опыта и становиться быстрее сильнее и так далее ну что попробуем этого нет все таки с двух ударов так что это не очень хорошая идея их атаковать хотя дальше будет только хуже поэтому тут нам надо быть крайне осторожными по уши на конечно есть но по уши на нас могут не спасти иногда о саламандра тут это хорошо что именно саламандра нам перекрывает путь на следующий уровень так хартовый чергос то есть вы поняли атака естественно скиллпойнт и замечательно и у нас есть вариант идти сюда но мы не дойдем до конца принципе или больше маны не я все таки вот это вот так качаю сейчас и вот на следующем уровне у нас будет плюс три атаки и потом мы пойдем уже в эту вы поняли кто не понял тут поймет если он не идиот нет придется нам тут двух убить кстати тут бы нам кирка помогла ею можно было вот здесь вот уничтожить бог но я ее продал вот такой вот я супер умный парень так ну сюда я не буду идти потому что эти чуваки довольно сильные осмол magic паушин ммм magic паушин и вот если я надеваю два кольца два яйца два кольца посредине гвоздик я сказал вот так вот все теперь я могу восстановить при помощи магии 90 хитпоинтов давайте так и сделаем потому что на зачарование я уже не рассчитываю лучше восстановить хитпоинт и хоть что-то получим и возвращаем кольца раз и два да ну что ж ты творишь вот так вот все дальше идем ну и на этом пожалуй я закончу серию очередную всем спасибо за просмотр не забудьте поставить лайк всем пока пока